Наш дом, наша крепость. Именно дома мы набираемся сил для работы, учебы, новых достижений. Поэтому нам так важно ощущать комфорт и безопасность здесь. В этом видео мы расскажем, какие риски могут нас подстерегать дома и как их избежать. Даже обычные розетки могут представлять опасность. При их выборе обратите внимание на наличие защитных шторок. Они открывают путь только для штепселя, что особенно важно для семей с детьми. Во влажных помещениях обязательно установите розетки с защитными крышками из специального прочного материала. Некачественный пористый материал может заполниться влагой, что чревато поражением электрическим током даже от простого прикасания к розеткам. В старых домах чаще всего проведена старая проводка, если ее не меняли. А сделать это все же необходимо. Старая проводка не рассчитана на использование того огромного количества техники, которое использует современный человек. Более того, в старых проводках только два провода, а третий, защитный, отсутствует, что ведет к поражениям током и возгораниям. В обычных щитках, как правило, установлены автоматы базовой защиты, которые защищают от перегрузки и удара электрическим током. Но, к сожалению, они не способны защитить технику от перегорания вследствие скачков напряжения, аварий в сети, ударов молний. К повышениям напряжения чувствительны 90% бытовых устройств, особенно электроника. Один из способов обеспечить комплексную защиту – установка реле напряжения и УЗИПов. Иногда лампочка в нашем доме или квартире как будто гаснет или наоборот загорается ярче. Знакомая ситуация. Это следствие повышения или понижения напряжения питания в сети. А теперь представьте, что происходит с вашим дорогим телевизором. Его блок питания в такой ситуации может легко сломаться. Реле напряжения позволяет уберечь чувствительную электронную технику от нестабильности электрической сети. При повышении напряжения в сети реле автоматически отключит электронные приборы, а при возвращении напряжения в норму реле автоматически возобновит питание. Когда будете делать ремонт в квартире, спросите у электрика, предусмотрел ли он защиту от удара током и защиту техники. Это может спасти не только ваше имущество, но и даже жизнь. Еще один способ защиты дома – это установка пожарного извещателя в каждой жилой комнате, но не на кухне. Пар может спровоцировать срабатывание. При выборе извещателя обратите внимание на следующие параметры. Наличие светового индикатора, сигнализирующего об исправности аппарата. Подача сирены не менее 4 минут при обнаружении очага пожара. Время работы от одного элемента год и более. Наличие тестовой кнопки для оценки исправности прибора. Важно сказать, что задача извещателя – привлечение внимания окружающих к очагу возгорания. Даже при том, что вызвать экстренные службы придется самостоятельно, вовремя замеченный пожар гораздо легче устранить. Позаботьтесь о безопасности вашей семьи, не откладывайте это в долгий ящик. Хорошего настроения и отличного дня вам желает канал «Идеи для жизни».